Иркутский вокзал И вообще сейчас, наверное, пойду пешком по мосту И расскажу, покажу все, что я вижу А что мы знаем? Так, я пойду на ту сторону Оттуда лучше видно вокзал Там меньше толпа И там я еще что-нибудь порисую Что мы знаем про вокзал? Что он тут уже 110, больше 110 лет, по-моему, отметил Начали его строить в 1897 году В 1998 году Позапрошлого века Первый поезд встретили Запустили вокзал официально В 1907 Потом его достраивали Короче говоря, кому надо, погуглите На вокзале мне страшно нравился ресторан Я про него уже рассказывал И в самые грустные года Когда совершенно негде было взять водки Мы все-таки ездили на вокзал И в этом ресторане круглосуточном Можно было что-то купить В том числе и на поездах Мы подходили к поездам К вагонам-ресторанам И тогда для ресторанных работников Вот этих в поездах Это был такой приработок хороший Это единственное место Где можно было Вечером и ночью, во-первых, купить водку Ну, конечно, все это делалось Тридорога Вообще много случаев, конечно Через Иркутск проехали же все Особенно, ну, здесь, я думаю, 90% Это проезжают уголовники и зэки Все-таки количество отправляемых Особенно во времена сталинских, наверное, репрессий Хотя я не знаю, когда вообще больше сидело людей Сейчас или тогда По статистике говорят, что сейчас больше сидит Ну, ладно, это пусть на совести статистов будет А я расскажу такой случай Слышал такой случай Что Боря Моисеев Ну, тут же и артисты приезжают иногда Со своим чесом Боря Моисеев Приезжал И был на вокзале в Иркутске И рассказывает такую Ну, это правда, в общем-то, из первых уст Почти что Что он, ну, он же с понтами у нас Почему-то он с понтами Пропагандирует свою пидерастию Открыто и откровенно Вот какой домик интересный Здесь Открыто и откровенно пропагандирует Ну, и никто этому не противится Бог с вами Таков народ наш Ладно, речь не об этом Ой, я как-то сюда пришел А здесь тротуар Тротуар-то здесь убрали Ладно, если не задавят Идем дальше по направлению к мосту Ну, короче Боря Моисеев Кассирше Простой девочке Которая его совершенно не узнала Ей было пофиг вообще Кто это Боря Не Боря Пидор Он не пидор Трамвай обещает Потребовал, чтобы ему Прицепили отдельный вагон Да До Красноярска Ему надо было Я буду ехать в отдельном вагоне Мне прицепите На что ему Девушка совершенно спокойно ответила Что, а может быть вам еще самолет Персональный подогнать Боря взвинтился Устроил скандал Дошло до начальника вокзала Та пришла Кое-как уломала этого Придурка Вот На что Боря, смирившись, сказал Ну, хорошо, я вам сейчас тут всем спляшу Ну, и решил устроить Ну, ему надо было как-то себя же Показать перед девочками Что он Народный любимец Но Попросил колготки Наши девушки сибирские Все-таки еще до сих пор В то время, может быть, скромные Как-то постеснялись тут Снимать ему колготки свои И выдавать Тогда он попросил Губную помаду у них Ну, они сказали, что у них она Не фирменная На что Боря сказал, что Плохой помады не бывает Бывают плохие губы Ну, я не знаю, почему я вспомнил Ну, по крайней мере, вот тут это на вокзале было На нашем А я двигаюсь по направлению к мосту Я сейчас там вот немножечко поднимусь Что-нибудь пофотографирую, порисую А потом через мост пойду в город О чем вам и буду рассказывать по пути Рисовать, показывать, фотографировать Маленькое путешествие Воскресное Художника по городу Иркутску Сегодня у нас Дай бог не ошибиться 4 августа 2019 года, кажется Привет-привет Встретились два трамвайчика Иркутск Иркутск Любимый город Я вообще не понимаю Ну, я уж молчу Не знаю Видите, города-то нету Есть вот эта тумба Посредине тротуара Обратите внимание Вот в тротуаре стоит тумба Вот большего опять унижения Идя по городу, я не испытываю Нежели вот эти тумбы Которые полностью загораживают дорогу для людей Да? Я не знаю тех слов Вот у меня нету приличных слов Чтобы объяснить вообще Смысл вот этой ерунды Стоящей здесь Вообще во всех ее смыслах Начиная с изображения императора Который Для которого Иркутск Любимый город Это же он, видимо, как произнес, да? У нас же делают эту самую рекламу Там всякие Наши поп-звезды Там эти Звездуны Они тоже что-то говорят Там Типа Мы любим То да сё Вот А тут, значит, император любит Для него Иркутск Любимый город Почему для него Иркутск Любимый город Непонятно Ну, дизайн, короче, не поддающийся Никакому Объяснению А вот А тут его вообще нету Ну, просто перегородили людям Тротуарды И всё Ну и всё Господи, Господи Господи Вот этим кто-нибудь занимается Или не занимается Если этим никто не занимается То вообще в городе есть Вот власть, которая занимается Да нет, получается, нету, да? То есть Я про власть, которая занимается Вот городским вот этим всем Хозяйством Видом И этим самым Дизайном У нас же есть какие-то Худсовет Есть, да? Кстати, вот там вот видели Фотографию я делал Этого панно Про него тоже отдельную историю Рассказывать можно Вот там панно Такой, барельеф О, ужасный Дилетантский Вот Был В 70-е и 60-е годы В городе Иркутске Такой полусамодеятельный Скульптор Очень такой Пронырливый Собственно Они-то и занимаются Всеми этими Дорогими заказами И он тут вот Окучивал Своими Этими Мемориальными досками Иркутске В частности Вот это вот Депо Иркутское Железнодорожное Хотя тоже У него тоже Что-то какие-то худсоветы Что-то принимали Что-то там решали И я вот знаю Что в нашем В Иркутске Что тоже есть Какой-то худсовет И там какие-то фамилии Более-менее Такие известные Для иркутян Там профессора У нас есть Какие-то заслуженные Художники есть Я не понимаю А товарищи профессора И заслуженные художники Вы объясните мне Вот наличие Такого дизайна В городе Иркутске Ну как это Можно объяснить У вас есть объяснение Ладно Пойдем искать позитив Мы поднимаемся Вот на этот пригорок Где я вижу Стеклянный небоскребыш Ну да Более важного Пожалуй Места Более Значимого И более Видимой Доминанты В городе Придумать трудно И здесь вот Поставили скульптуру Летчику-герою Челнокову Поскольку и улица Его именем названа И дай бог Героев мы должны помнить Безусловно А я вот про это здание Ну скажем так Оно не самое Может быть отвратное Хотя и безликое Что там говорить Не вызывает особого раздражения Но и Я в полной убежденности Что Оно могло быть Более достойным Этого места Здесь вернее должно быть Было здание Гораздо более достойное Для этого места Более значимое Есть такое понятие Достоинство архитектуры И достоинство человека Ну а сделать стеклянную коробку Ума большого не надо Вот и все Стеклянная коробка Чуть-чуть так С изогнутыми краями Боками, гранями Ладно, идем дальше Мне предстоит Как-то здесь Перететь За моей спиной Свердловский район А это Стелла Посвященная Якову Михайловичу Свердлову Что я помню Что я помню о нем Кличка у него была Махровый Или еще как-то По-моему Андрей Уральский Его звали Ну такая Нормальные Боевые Бандитские кликухи Андрюша Уральский Андрей Махровый А вообще Надо отдать должное Яков Михайлович Свердлов Все-таки Был под своей Настоящей фамилией Все время Это его Насколько я понимаю Родная фамилия Вот Он не скрывал Свою Подноготную Родился Он Дай бог Вспомнить 1885 году Да Умер В 19 По-моему Кстати говоря 34 года Вот представляете 34 года Из них Он Пол жизни Ну не пол жизни 12 лет Провел В ссылках И на каторге Это о чем-то Говорит Вообще-то А Ничего Не буду Я никак Оценки давать Я просто Вот помню Эту статистику Которая говорит Очень о многом Между прочим И в 34 года В 19 Году Он был Председателем В ЦИК То есть Начальником Правительства Он заведовал Всем хозяйством Это по нынешним Временам Ту должность Которая занимает Медведев Председатель В ЦИК Центральный Исполнительный Комитет И что интересно Опять же Ну да Вот судьба у него Такая какая-то Не совсем стандартная Для наших Большевиков Умер он от гриппа Вот так вот Нет никаких Подозрений Что его там Как-то сотоварищи Отравили Убили И так далее Ну ладно А мы поднимемся Наверх Там есть Кое-какие домики Которые можно Порисовать А заодно Полюбуемся На набережную На мост И то что мы видим Кстати говоря Вот тут вот Большой-большой баннер Ну два Три баннера Видите Полностью закрывающие Панораму города Все наверное Знают и помнят Панораму города Иркутска Такие старинные Красивые Красивые Гравюры есть Ну и где вы видите Эту панораму города Ау Главный архитектор Ау Главный дизайнер Ау Худсовет Это вы такую нам Панораму города сделали Да И кстати Там он у нас Мацуев Опять приезжает На Байкал Ну спасибо ему огромное За его благотворительность Я слышал что у него Что-то по миллиону Концерт стоит Да Но дело не в этом Мне один очень-очень Авторитетный Искусствовед Музыковед Сказал такую фразу Кто бы объяснил Иркутянам Что Ваш Мацуев Весьма посредственный Пианист Ну что делать Как говорится На безрыбье Ладно Ну он его сравнил Примерно как С Басковым В опере Не знаю Я настолько не разбираюсь Ничего не говорю Это я говорю Так сказать Цитирую Очень известного Музыкального Критика Такое вот почему-то У них мнение О нашем Гении Которому Построен отдельный дом Возле театра И которому будет строиться Вот там Вон где видите Труба Которую сейчас ломают На этом месте будет Вон Там труба На этом месте будет Построен специальный Концертный Огромный зал Имени Мацуева Там или Ну прижизненный Я надеюсь Да Непосмертный же Ну ладно Пусть живут Пусть играют А вот к этому домику Мы сейчас подойдем Посмотрим А ну он еще не открытый Что ж там будет Ну наверняка Нежилой дом Для ветеранов Правда Очередной дом Для бизнесменов А почему бы сюда Не поселить Как раз Ветерановка Хорошее место И правда ли С таким видом На город Ай-яй-яй Представляете Ветераны Иркутска Ветераны труда Старики Просто больные Доживающие И прожившие В Сибири Всю жизнь Закончили бы жизнь Вот На этажах Этого дома В котором Было бы полное им Социобеспечение Лифты Медицинский уход Именно таким Я в свое время Предполагал Дом ветеранов На Богданах Милицкой Но про него Отдельный разговор А сейчас мы пришли Вот еще вот туда И я удивляюсь Как вот ради этого дома Они снесли Вот эти домики Они не представляют Вот этот По крайней мере Не представляют Великого Архитектурного интереса Но сегодня Когда уже пропало Все То вот эта среда В которой я сейчас Нахожусь Вот здесь вот В этом Маленьком уголочке Она вполне Иркутская Да Вот здесь я себя Чувствую человеком Вот здесь я себя Чувствую А вон какая Штука интересная И плетень И клумба Ну конечно Разве позволят Новые русские Хозяева Земли этой Чтобы кто-то Имел вот такой Отдельный вход Какой-нибудь Старитель Или старушка Чтобы у него Здесь под дверью Стоял велосипед И чтобы он мог Садить Свои собственные цветы В самом центре города Да нет конечно Господи Центр города Должен быть Весь Монетизирован А вот отсюда Я вижу Я сейчас сделаю Фотографию Трубу Действительно Разбирают Хотя у меня Были предложения Что с ней Можно было сделать Я пожалуй Это попозже Нарисую Жалко трубу Из нее можно было Сделать Ну такое шикарное Сооружение Вот чуть-чуть Приложить ума И желание Конструкция Явно бы Это выдерживало Но я вернусь Еще к этой теме Они строят Эти небоскребы Свои Стеклянные И тут же Ломают Такие Мощные Конструкции На которых Можно Делать Уникальные Совершенно Сооружения Используя Их В качестве Основания Нет Не надо Ее разберут И порушат А на ее месте Построят какую-нибудь Ерунду Стеклянную Как вот эту Как вот эту Промышленную Стеклянную ерунду На месте Той трубы Построят Я не за то Что эта труба Украшает Город И силуэт Она не украшает Но она уже есть И разрушать ее Это бесхозяйственность Ее надо Найти Чуть-чуть Приложить ума Чуть-чуть Хозяйственные Так сказать Жилки И использовать Ее на благо Городу На благо Архитектуре На благо Этой самой Панорамы Силуэта города Можно было Это только Надо захотеть Не хотят Не хотят Мы пойдем рисовать Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Найсунь Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...